Услышали последний звонок в онлайн режиме. Во Владимире сегодня общий городской праздник. Последний звонок впервые прошел в онлайн режиме. Центральной площадкой праздника стал Патриарший сад. Онлайн-трансляция праздника проводилась сразу на трех площадках в сообществах городского управления образованием, управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике ВКонтакте и на видеохостинге Ютуб. Главной изюминкой праздника стали телемосты с лучшими школьниками Владимира. Ребята рассказывали о себе, поздравляли друг друга с праздником. Хочу сказать, чтобы все из нас, все одиннадцатиклассники не переставали быть собой. Нужно в этой жизни оставаться самими. А если вы не начинали себя, то ищите. И не расстрачивайте себя по мелочам. Также по видеосвязи поздравили учеников педагоги и руководители школ. Конечно, не обошлось и без добрых слов от первых лиц города. Глава Владимира Ольга Деева пожелала ребятам успешно сдать ЕГЭ и поступить в вузы. И кроме того, всегда помнить свои школьные годы и своих школьных друзей. Поэтому мы сегодня тоже нашим выпускникам желали, чтобы они обязательно оставались добрыми, обязательно становились взрослее, становились мудрее, самостоятельнее. Ну и оставались в городе Владимире, потому что нам нужны сейчас молодые, сильные, креативные ребята. В своем поздравлении Андрей Шохин особо подчеркнул, несмотря на внезапный переход на дистанционное обучение, Владимирские школы успешно с ним справились. В этом году 202 ученика претендует на медаль за особые успехи в учении. А всего выпускается 1635 ребят. Городская администрация со своей стороны продолжает создавать комфортные условия для учеников. Так, в следующем году будет сдана школа на 1100 мест в Комунаре. На очереди строительство школы в Сновицах Веризина. А рядом с Кванториум планируется создать новую образовательную площадку. Он сейчас проходит проектирование, что там будет внутри. И я думаю, что если не в этом, то в следующем году мы обязательно... В этом году, наверное, вряд ли нам удастся сделать. Может быть, мы начнем его уже строительство, когда закончится. А проектирование должно где-то завершиться, что будет внутри сентябрь-октябрь месяц. Также в рамках последнего звонка состоялось награждение лауреатов конкурса «Лучшая школа города Владимира». Напомню, победители определялись в трех категориях школы и гимназии с численностью учащихся более тысячи человек. Школы с численностью от 500 до 1 тысячи ребят и школы, в которых учатся менее 500 человек. В этом году лучшими стали 36-я, 19-я и 22-я школы. Директор школы номер 36 Елена Кувшинова считает, победить удалось благодаря правильно выстроенной стратегии развития образовательного учреждения. К слову, 36-я школа участвует в конкурсе уже в шестой раз и все время становится призером или победителем. А главное, в школе высокопрофессиональный коллектив педагогов, грамотно работающая администрация и содружество учащихся родителей и педагогического коллектива. Вот совместно мы добиваемся высоких результатов, мы не останавливаемся на достигнутом. Не оставили организаторы, выпускников и без обязательных элементов последнего звонка. Школьный вальс в режиме онлайн станцевали участники клуба «Артбаланс» Дворца детского и юношеского творчества. А последний школьный звонок прозвенел по видеосвязи в виде марафона между всеми школами областного центра. Сегодняшний день для всех вас особо. Звучи последний звонок. Завершился праздник концертом. Впереди у школьников выпускные экзамены и получение аттестатов и медалей. Городские власти надеются, эту церемонию удастся провести в офлайн режиме.